Человеку во сне приснилась родная деревня. Идет, будто он по берегу реки, бросает камешки в воду. В том месте реки затон. Тихо-тихо. Никого, ни одной живой души вокруг нет. Деревня рядом, и в деревне как повымерло все. Что же это такое, никого нет, удивился человек. И еще бросил камень в воду. Он беззвучно пошел ко дну. Человек еще бросил, большой. Камень без звука утонул. Человека охватил страх. Что-то случилось, подумал он. И проснулся. И стал вспоминать. Деревня. Лет десять не был он там, а то и больше. Вспомнились серые избы, пыльная улица, крапива у плетней, куры на заваленке и покосившееся прясло. А за деревней степь до колки. Да полыхает заря в полнеба. Попадаются еще небольшие озерки. Вечерами вода в них гладкая-гладкая, и вся заря как в зеркале. Любилась сидеть на берегу этих маленьких озер. Ни о чем не думалась. Только в душу с тишиной вместе вкрадывается беспокойно нежное чувство ко всему на свете. Грустно немного, но кто-то будто шепчет на ухо, чуть слышно. Подожди, подожди, дружок. Далеко-далеко проскачет табун лошадей в ночное. Повиснет над дорогой в воздухе полоска пыли и долго держится. И опять тихо. Что за тишина такая на земле? Стихи складывались. Тихо в поле устали кони. Тихо в поле зови-не зови. В сонном озере, как в иконе, красный оклад зари. Заря медленно гаснет, как будто остался ты на земле совсем-совсем один. Не страшно, не одиноко, только упрямо и беспокойно лезет в голову. Не хочу понять, зачем явился. Не могу понять, зачем я есть. Человек попытался заснуть и не мог. Он потихоньку, чтобы не разбудить жену, встал, надел пижаму, пошел в другую комнату, включил свет и сел к столу. И глубоко задумался. Эх ты, черт возьми, бормотал он, что-то не того. Старею, что ли? Было невыносимо грустно. Чего-то жаль было, чуть не до слез. Не сбылось, как будто то, что мерещилось тогда давно, на берегах крохотных тихих озер. Человек, его звали Николай Иванович, достал бумагу и сел писать давнишнему своему другу. Дружим мой, Иван Семенович, начал он. Здорово. Захотелось вот написать тебе. Увидел сейчас во сне деревню нашу и затасковал. Сижу вот и пишу ночью, как бальзак. Вспомнил я, как мы с тобой институцию окончили. Помнишь? Приехали с дипломами. Последний разок побывать на родине. Нарядились, как эти, черт те знает кто. На мне белая рубашка какая-то заграничная. Ты зачем-то матроску напялил. Шли по улице два пижона. А пора была страдная. Я помню, встретился нам Минька Докучаев на вершинах. Остановились, поздоровались. Он грязный весь. Ни глаз, ни рожи. Как говорят, ехал в кузницу. Пилу в аджинеке заклепывать. Закурили, а говорить не о чем. Чужие какие-то с ним стали. Помялись, помялись, он уехал. А мы пошли за деревню. Прощаться с местами, где когда-то капны возили. Сено гребли. Телят пасли и баранили. Прямо чуть не бегом бежали прощаться с тем, что нас вспоило и вскормило. Вспомнил вот Миньку, и сейчас стыдно. Для чего мы так вырядились тогда? У людей самая пора горячая, а мы как два аглоеда. А тогда ничего, как так и надо. Шли прощаться. Какие, понимаешь, запорожцы за Дунаем. У меня в кармане бутылка белого. У тебя портвейн. Один стакан на двоих. Сели у межи под березками, выпили и давай хвастаться. Какие мы умные. Институты кончили и людьми стали. Я свои стихи дурацки читал. А ты, помню, стал даже на руки и прошелся. И потом долго колотил себя в грудь кулаком и доказывал. Ты подумай. Отцы-то наши кто были? А мы инженеры. Еще выпили и опять хвастались. Господи, как хвастались. Очень уж нас распирало тогда, что мы первые из деревни высшее образование получили. И плясали-то мы с тобой и пели, а рядом рожь несжатая стояла. А нам хоть бы что. Я даже в нее бутылку порожнюю запустил и, помню, подумал. Будут сжать жаткой, а она голенькая, заблестит на стерне. Кто-нибудь тот же Минька подумает. Пил кто-то. Потом спали мы. Проснулись, когда солнце садилось. Заграничная моя рубашка как в одном месте побывала. Голова болела. И совестно было. Наорали чего-то, натрепались. Я помню, ты мне в глаза не смотрел. Мне тоже не хотелось. Все это я почему-то очень хорошо помню. Коля? Ну? Чего ты? Так, спи. Я думал, а ты ушел куда? Нет, спи. Жена проснулась. Лежит, прости меня, Господи, грешного. Несет, как от парфюмерной фабрики. Вот такие дела, Вань. Грустно мне что-то сделалось. Может, зря мы тогда радовались. Вот прошло уже сколько теперь. Лет двадцать. А я их как-то и не заметил. Толстел год от года. Жену упрекаю, а сам хоть поставь, хоть положи. В дверь не пролезу. Курорты, понимаешь, санатории. О жизни как-то не успел порадоваться. Дети растут. Радости большой не доставляют, честно говоря. Сильно уж они сейчас много знают. Бойко так рассуждают про все. По-моему, мы лучше были. Может, это старческое у меня, не знаю. Ты-то как? Написал бы. А то так вот хватит инфаркт и все. Съехаться бы как-нибудь, а? Хоть вспомнили бы детство, понимаешь. Ведь есть, что вспомнить. А то работа, работа. Всю жизнь работаем, а оглянуться не на что. Напиши как-нибудь, выбери время. Одиноко мне стало вдруг. Никто не поймет, как ты. Да и тебе, наверное, не сладко. Ну, главный инженер. Черт с рогами, а что дальше? Ты понимаешь? Ну, ресторан, музыка, как гвозди в башку заколачивают. А дальше-то что? Это называется, вышли в люди. Да мать же твою так-то. Я вспомнил, как мы картошку в ночном пекли. На душе теплее. Вернуться бы опять туда, в степь. Костерик, рассказы про чертей. Ваня, Ваня. Не зря мы с дипломами-то прыгали, а? Как думаешь? Или все нормально? Может, у меня шизофрения такая началась? Тебе бывает так или нет? Только честно. Куда летом-то ездишь? В гагры вшивые? Я эти гагры не могу видеть. Но попробуй заикнись, что хочу, мол, в деревню к себе поехать. Что ты? Истерика? Ну, я все-таки подниму нынче восстание, будь что будет. Поеду в деревню. Не могу больше. Поедем? Давай спишемся и махнем. Черт с ними, пускай едут в гагры. Нам надо в деревню. А то грех какой-то лежит на душе. Не исповедь это, просто душа просит. В общем, не важнецкий, а живой он. Так вроде все нормально, на работе хорошо. А нет-нет, засосет что-то, тоска обуяет, как сейчас вот. И все охота послать к черту. Напиши, Иван, прошу. Адрес у меня теперь другой. Улучшение. Голой рукой не возьмешь. Жду Николай. Николай Иванович погасил свет, снял пижаму и подошел. И подвалился к жаркой жене. И долго еще не мог заснуть. Думал, письмо с горяча накатал бестолковое. Надо завтра на службе выбрать время, переписать. Кто подумает, действительно, что первая стадия началась. На службу, как всегда, Николай Иванович пришел тютелька в тютельку, без пяти-десять. Выбритый, свежий, хотя в голове немного шумело. Пришлось вчера хватить снотворного. Шел по коридору, привычно здоровался, улыбался. Ему тоже улыбались. Кого-то остановил, что-то спросил. Кто-то его спросил, он ответил. Ответил коротко и толково. Его уважали на работе. Миленькая секретарша привстала, ослепительно улыбнулась. Мелькнула в голове. Красивая женщина, черт возьми. Впрочем, эта мысль у него мелькала, кажется, каждое утро. Ну, что тут у нас? Значит, первое, звонили. Звонили, требовали, просили, умоляли, предупреждали. Понеслась душа в рай. Одно чувство сменялось другим. То, послушайте, я ведь с вами не буду в казаки-разбойники играть. Я последний раз предупреждаю. То, милый родной, что же я могу сделать? Ну, подумай, что. Если бы от меня зависело, то понимаю, все понимаю. Чтобы лишнего на себя не брать к двадцать восьмому, а? Железно. Железно, как у меня главный говорит. Приложим все силы, не подведем. Но больше нравилось... Послушайте. Мы ведь с вами не в драм-кружке, не от Элла репетируем. Не клянитесь мне. Я не верующий. Мне нужен материал. Все. Еще нравилось... Ну, так, а что делать? Я тоже не знаю. Не знаю. Да что докладные. У меня столы ломятся от докладных. Я что, вместо подшипников буду ваши докладные вставлять? Попробуйте, может, у вас выйдет. Не знаю, где хотите. Деловой вихрь закрутил Николая Ивановича. Он про ночное письмо забыл. А утром, уезжая на работу, захватил его. Сейчас было не до письма. Пришли корреспонденты из областной газеты. Да ведь что, товарищи, хвалиться-то особо пока нечем. Планы выполняем. Но четыре шага по мягкому ковру в одну сторону, четыре в другую. Остановка перед корреспондентами. Улыбка, которая помогала ему всю жизнь. Недоброжелатели говорили про его улыбку. Улыбочка-выручалочка. Обаятельное, простецкое. Весь человек тут, как он есть. План планом, а силенок хватит и на большее. Если не секретничать перед вами, то в ближайшем будущем, думаем, слегка перевалить за 110-115. Думаем тут схимичить кое-что. Продлить линию, не стопоря ее. Да. Расчеты есть. Люди горячие в бой рвутся. Адолеем. Поснимался немного за столом. Прошли в цех. Там поснимались. Только там Николай Иванович больше с рабочими и с мастерами говорил. Потом и совсем сбагрил корреспондентов главному инженеру. Пришел опять в кабинет. Звонил Дмитрий Васильевич. Я сказала, в цехах. Соедините. Разговор с Дмитрием Васильевичем получился хороший. На душе совсем повеселело. Первый поток посетителей и звонков схлынул. Верочка. Да, Николай Иванович. Меня пока нет. В цехе. Хорошо. Николай Иванович достал ночное письмо. Повертел в руках. Подумал. Сунул обратно в карман. Стал писать другое. Иван Семенович. Здорово, старик. Вспомнил, вот решил написать. Как жив-здоров, как работенка. Редко мы что-то пишем друг другу. Ленимся, черти. У меня все нормально. Кручусь, верчусь. То я голову кому-то мою, то мне так и идет. Скучать некогда. В общем, не унываю. Куда думаешь, двинуть летом? Напиши, может, скооперируемся. Была у меня мысль поехать нам с тобой в деревню нашу. Да ведь, как говорят, непривязанный, а визжиж. Жены-то бунт поднимут. А деревня частенько снится. Давай, слушай, махнем куда-нибудь вместе. Только не в Гагры, но их к черту. На Волгу куда-нибудь. Ты прозондируй свою половину, а я свою. Соблазним их кострами, рыбалкой, еще чем-нибудь. Остановимся где-нибудь в деревушке на берегу. Снимим хату, а? Давай, старик, ей-бол, не скучно будет. Подумай. Настрой у меня боевой. Дела двигаются, дети растут. В общем, железно, как у меня главный говорит. Не хандри, дыши носом. Пиши на завод, так лучше. Обнимаю твой Николай. Верочка. Да, Николай Иванович. Я у себя. Хорошо? И опять пошло. Я не разрешаю. Пожалуйста. Приветствую. А вот тут надо подумать. Тут с кондачка не решишь. Посоветуемся. Вечером Николай Иванович, пока готовился ужин, перечитал в своей комнате оба письма. Перечитал и долго-долго сидел, молча. Потом бросил оба письма в стол и громко сказал. Черт его знает как. Что ты спросила, жена? Да так, я с собой. Как ужин? Час будет готов. Ты ничем не расстроен? Нет, все в порядке. Подай газеты, пожалуйста. Пожалуйста. Подай газет. Спасибо.